Святая Церковь празднует память святителя Николая, архиепископа Мирликийских, чудотворца. Правила веры и образ кротости, воздержание Учителя явить остаду Твоему. Я же вещей истина, сего ради стяжал и си смирением высокая, нищотою богатая, Отче, священноначальниче Николая, моли Христа Бога, спастися душам нашим. Эти нам знакомые слова, тропаря Глаза Четвертого, мы постоянно слышим на богослужении в храмах, посвященных святителю Николаю Чудотворцу. Ни один из святых так не почитаем русским народом, как святитель Николай, за помощью которому обращались и обращаются не только православные, но даже люди других исповеданий и получавшие эту помощь от святителя. Но что интересно, нам, даже себя считающими верующими православными, чаще приходится просить у святого грязи, как называет преподобный Исаак Сирин, земные блага, просимые у царя, запрошение которой, естественно, царь по головке не погладит, а скорее накажет, в лучшем случае выгонит. Но жалея нас, немощных, страдающих не только душевными, но и телесными недугами, но и маловерием, Святитель Николай нередко даже помогает в прошении и таких молитв об исцелении телесных недугов, избавлении от скорбей, неприятностей, разрешении споров, возникающих между родственниками и соседями. Словом, святитель Николай – это наш скорый помощничий и преславный чудотворчий. Но мы все привыкли просить, а сами отдавать не очень-то научились и не учимся. А что именно отдавать? В Евангелии от Марка, 12 главе, 13-17 стих, мы слышим, как Господь сказал, «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие – Богу». И делились ему. Мы живем, никому не секрет, в очень непростое время, насыщенное и событиями, и катаклизмами, и болезнями, кризисами, лишением многих многого. Словом, есть, что просить у святого. Но мы забываем все одно, что все, что имеем, посылает Бог в соответствии с нашим духовным состоянием. Например, святитель Иоанн Златоуст говорит, что Бог может и сегодня прекратить все бедствия, но Он не прекратит скорби, пока не увидит, что мы не очистились, что в нас произошла перемена и наступило покаяние твердое и непоколебимое, для того и болезни тела, для того и скудость плодов, для того и голод, чтобы мы из-за этих бедствий всегда прилиплялись к Богу и таким образом через временные скорби и сделались наследниками вечной жизни. Скорбь приносит двоякую пользу, делает нас более ревностными и внимательными, и дает нам на малое время право на то, чтобы быть услышанными в молитве. Чем более умножаются скорби у человека твердого, бодрого и трезвенного, тем более возрастает его мужество. Скорби и искушения служат свидетельством великого промышления и попечения о нас, человеколюбивого Бога. И потому мы не должны домогаться всеми мерами, только жизни спокойной и беспечальной, но и в благополучии, и в скорбях равного ссылать благодарение Богу. В какой мере возрастают скорби, в такой же увеличивается и помощь Божия. Кто здесь не имеет скорби, тот чушь, чушь и радости о Боге. Для удрученных скорбью нет ничего полезнее вначале, как тишина и молчание. А преподобный Исаак Сирин говорит, что без скорбей и праведность человеческая не сохраняется неизменной. Жестокость скорбей очищает сердце от лукавых страстей. Больше всякой молитвы и жертвы драгоценны перед Богом скорби за Него и ради Него. Бог близок скорбящему сердцу того, кто к Нему вопиец в скорби. В душе скорбящего является Господь великое человеколюбие, соразмерно жестокостью страданий в скорби Его. Поэтому для понимания значений скорбей нам надо в первую очередь научиться понимать, что достойны их по делам нашим и, самое главное, за них благодарить. Если уж силы за них благодарить нет, то уж понимать, что для избавления от них надо направить жизнь свою по исполнению евангельских заповедей. И тогда нет никакого сомнения, что по молитвам святителя Николая Господь обязательно поможет нам, если увидит в нас росток покаяния. Если уж не избавиться от скорбей, то с терпением их переносить. Молитвами святого Николая, чтоб есть пришла бы нам благая, без кодов жить нам с Рождества Христова ушли бы скорби с годом новым. С праздником, дорогие друзья! Субтитры создавал DimaTorzok